привет всем хочу сказать пару слов по вопросу проблеме алиментов я естественно видел петицию которую замутило сообщество я в ней поучаствовал вот но отношусь к ней так с юмором философски мне кажется всерьез собирать подписи под такой петицией в наше время это то же самое что евреям выступать в третьем рейхе против расового законов информационный повод неплохой волна докатилась я видел ее в жиже наверное на других площадках ну в общем это больше способ зацепить поисковые алгоритмы чем какая-то практическая польза не так думается у меня с алиментами интимные отношения что называется во первых я тот на кого платили алименты очень так себе платили во вторых я плательщик алиментов был им семь с половиной лет и в третьих я получатель алиментов уже три года еще примерно год не остался и когда я слышу предложение продлить уплату алиментов там да там 24 лет при условии дневного обучения у меня понятно дело легкая ухмылка проходит по лицу но я не сторонник этого продления и вообще не сторонник алиментов а если быть точным ты их активный противник я считаю что это позор цивилизации вещь которая должна быть полностью устранена меня несколько раз спрашивали как так получается что я противных элементов при этом сам я их получаю ну ответ очень простой я решил что это хороший способ зеркально вернуть дать почувствовать человеку то что он заставил почувствовать меня тем более что в цифрах и во времени мы уже никогда не выродимся потому что у меня в сумме будет года четыре с моей стороны было семь с лишним а учитывая еще и предыдущую историю там финансовую как бы я все говорит всегда останусь в плюсе навечно чтобы мы выровнялись я должен алимента получать еще так лет наверное не знаю 10-15 тем не менее я отвергалировал эту ситуацию абсолютно когда вопрос встал как это оформлять с моей стороны мне тоже как и я предлагал я предлагал свое время предоставить мне отчет по тратам и в общем был мягко послан с этим отчетом хотя предлагал в обмен большую сумму чем положено по закону потом когда мне предложили тоже значит некое согласование трат я пожалуй причем и сказал что у нас не было согласование соответственно в ответ его тоже не будет но в мою сторону был сделан большой шаг я его на самом деле высоко ценю это не ерунда я никогда не платил алименты по исполнительному листу всегда платил их только по соглашение о плате алиментов это огромная разница я ее раскрывал в своей главе про алименты глава в книжке кто не читал даю ссылку в описании неплохая глава хоть прошло уже пять лет в общем ничего радикального нового я бы там не написал хотя были небольшие изменения по закону вы о них знаете мне вопрос об алиментах предоставляется очень прямо скажем аморальным и самое наверное страшное в алиментах то что их считают за какую-то часть природы когда женщина они говорят они говорят они как о чем-то собой собой разумеющимся и мужчины тоже многие между прочим особенно к сожалению я это слышал и от представителей церкви но тоже не удивительно законность не есть обоснование для моральности это очень странный аргумент опять же если брать законы третьего рейха ну что они были законы это кого-то избавило от нюрнверского трибунала от виселицы нет так что то это странный аргумент как минимум вообще я считаю что когда историки будут анализировать наш период конкретной историей семейного института то думаю что период начал двадцатого века и весь двадцатый век войдет в него как темные времена для семьи и алиментная система я считаю стал одним из главных механизмов которым была разрушена семья как структура и продолжает разрушаться естественно и более менее очевидно что если бы кто-то всерьез задумался о восстановлении института семьи то система алиментов должна быть полностью устранена абсолютно такого понятия не должно быть законе вообще существовать то что религиозные деятели ну естественно естественно андрей юрьевич ткачев что он еще мог сказать мужикам понятно естественно они поддерживают эту тему по крайней мере на публике не знаю что они говорят своим прихожанам тет-а-тет в библии нет слова алименты и не может быть это довольно очевидно там даже есть всякие фразы которые в общем-то уступают против например по моему в послании евреем говорится нечто вроде вы избранные сыны поэтому вас бог и наказывает и воспитывает если отец не воспитывает и не наказывает то вы не сыновья незаконно рождены то есть вот там косвенные указания кто такие дети которые живут отдельно от отца вне его досягаемости немыслимая конечно вещь совершенно то есть в рамках традиционной семейной структуры абсолютно невозможные один из косвенных примеров почему эта вещь аморальная на самом деле потому что когда женщины попадают в эту же ситуацию зеркальную и начинают рассказывать о своих приключениях в публике публика буквально чуть ли не плачет и говорит бывает прямым текстом говорит это же бесчеловечно господа если это бесчеловечно в одну сторону это ровно также бесчеловечные в другую и очень жаль что нужно действительно чтобы женщина попала в эту ситуацию чтобы она начала наконец понимать что это такое каково это быть на той стороне этой кнопки вы все слышали да про эксперимент милгрэма когда человек под командой другого человека нажимает кнопку и бьет другого током и если вы знаете да то среди мужчин были некоторые люди которые выходили из эксперимента они прерывали эксперименты отказывались продолжать нажимать кнопку то есть причинять другому человеку боль который находится непонятно где непонятно за что ему причинять боль среди женщин не было ни одного отказа никогда в экспериментах милгрэма и родственных экспериментах то есть повинуемость женщин выше в этом смысле и когда стоит такой виртуальный отец фигура государства да и говорит нажимайте кнопку это хорошо морально и правильно и вообще это ради детей нажимайте то к сожалению подавляющее большинство женщин эту кнопку нажимает не понимая собственно и не примеряя на себя то есть как раз та самая хваленая эмпатии которые часто хвалятся что у женщин много эмпатии я вот в системе алиментов не вижу эмпатии скорее вижу обратную ситуацию недостаток эмпатии особенно удивляет конечно это для матерей мальчиков еще можно было понимать девочки почему и трудно поставить себя на место но казалось бы еще будучи в слиянии особенно да многие матери находятся в слиянии с детьми в том числе с мальчиками казалось бы они должны легче ставить себя на их место нет в массах такого не наблюдается что печально и в этом смысле увеличение числа женщин которые платят алименты работает на пользу только так получат какие-то человеческие реформы когда женщина приходит в профессию там вводится повышенная норма безопасности и наоборот когда вводится повышенная норма безопасности там появляется больше женщин соответственно чем больше женщин попадают и страдают от элементов особенно явно несправедливо а там много ситуаций которые могут быть несправедливыми тем больше возникает разговоров на оказывается нужно систему уравнять как-то естественно находится часть которая говорит нужно уравнять ее так чтобы сделать специальные оговорки всякие там для женщин то есть которые все равно будут их обходить каким-то образом но в среднем все таки стараются чтобы хотя бы внешне это было сформулировано как гендерно нейтральное и это хорошо в этом смысле тот факт что я сам получаю элементы я нахожу это плюсом и это скрыть глобальном смысле то есть это влияет потому что одна женщина расскажет нескольким о своей ситуации те женщины еще расскажут нескольким и возможно через какую-то волну это докатится до кого-то кто собственно может принимать какие-то решения как знать что касается христианство христианство естественно библии нет ни слова про элементы и быть не может и если рассуждать не по букве библия по духу там довольно много мест которые скорее уступают против алиментов не говоря уже об общих моральных принципов не помню кто это сказал я помню эту фразу хорошо по-английски потому что постмана и часто цитировал вот из хейтфул туды и дуна дутью и надо что ненавист на тебе того не делай другому практически моральный императив канта и к сожалению система алиментов не проходит проверку моральным императивом канта и честно говоря но я не сильно церковный деятель вы знаете да я в общем в церкви бываю реже многих нормальных скажем так христиан и отношение к церкви у меня сложные я неоднократно рассказывал своих роликах но тем не менее в целом все-таки уважительная да то есть как института но мне кажется что алименты получение алиментов одна из самых антихристианских вещей какой только есть сегодня в нашем мире и мне кажется тут нужно вот если женщина считает себя христианкой и при этом подает особенно если она подает в суд на уплату алиментов то тут нужно вот как поговорки либо крестик снять либо трусы надеть мне кажется если кто-то получает алименты то ему просто нельзя причащаться я не понимаю почему церковь не выставляет таких условий ну церковь конечно поставляет другие интересные условия на ютюбе есть даже ролики где церковь участвует совместных акциях по борьбе там с неплательщиками алиментов то есть им значит капают на мозг через там мораль библию естественно используют слово ответственность в качестве молотка то есть все тот чего предупреждал что будет когда женщины руководят в церкви как говоришь ткачев то есть это превращается в скалку на которой нарисован крест христианские эти скалкой долбит мужиков именно мужиков естественно не мужчин да мужчина такого просто бы не допустил так что алимента конечно огромная тема она заслуживает вообще-то какого-то здорового такого не знаю каста или беседы онлайн может быть на несколько часов к этому нужно подготовиться нужно проанализировать но суммируя то что я сказал это временное явление появившиеся недавно это очень вредное явление которое очень плохо повлияло на структуру в целом это явление аморальное это явление антихристианское и очень под большим вопросом с точки зрения закона даже нашего закона то есть даже если взять там права и обязанности мужчины и женщины посмотрите как они применяются на практике то есть даже с точки зрения конституции все это очень сомнительно и неправильно воспринимать это как какую-то часть природы типа вот есть трава есть деревья есть облака есть алименты нет это чудовищно несправедливая вещь которую придумал никто я помню что в ролике выступление к арен строна и сми 2014 я переводил вставляю ссылку угол там она говорит немножко про историю откуда появилась сама система алиментов нынешнем виде в британии и потом по странным содружеством это временное явление надеюсь либо мы это переживем и будем вспоминать как темные века семейного права либо семейная структура умрет окончательно вот такое мое мнение если есть свои идеи или предложение что-нибудь побольше посерьезнее записать пишите в комментарии обсудим всем пока удачи желаю вам никогда не попадать в истории никакие истории с элементами не с какой стороны пока